или спать и сейчас она проснется и мы поедем через час отлично все уже закачали и попутно козе завезут и к утру может стоять ну спасибо христос из алтаря меня батюшка подозвал к нему я не понял чем чтобы проповедь сказал я сказала проповедь а потом ты счастливы а потом собрание небольшое было мне пришлось тоже сказать это все володя снимал за столом то вы говорили за столом говорили за столом говорил говорил как тамара все я поручил ей лени и сам подсказывал ей по хорошему сейчас ходили по прудам смотрели везде замечание не одну вчера там было геннадо чтобы поклоны не пропускала готовится к окрещению игнатий тихонович к вам алексея к вам отправляем алексея с украины на помощь туда с украины отправляем алексея на помощь какой алексей алексей журавлев да он на вас выходил я его не знаю кто такой нет нет вы его знаете он на вас выходил и я потом он у нас сколько ему лет 21 а женаты нет нет он к крещению готовится к крещению выдавали только месяц не о крещении а так я узнать не знаю он не управляем как фроликов будет чем делать и игра тихнуть вы уже давали вы на ему давали на меня выйти еще как я решу вы ему давали он вышел на вячеслава и другой разу щелочная дипломатия смотри он у нас уже два года здесь два года я сегодня вечером пусть на меня выйдет поговорим через четыре часа я буду дома каком а вы в потеряем когда будете потеряем я маленько его узнаю какой он еще сидел он управляем и гнать тихонович вы 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 будете когда в потеряевке сейчас уезжаю в город и если первое число получил продукт и могу даже первого вечера выехать или явно на второе это будет уже четверг я среда я раньше обычно 10 июня а нынче я раньше взял запрос они там сделали совещание консорциум свой и решили мне снова помочь вообще вещи неслыханное часа через четыре я буду дома если что он позвонил мы желательно чтобы ты тоже был на экране но сегодня это вряд ли он позову это уже если с москвы только подожди маленько считать такое я не знаю тут еще подкрутить тогда володя никуда не отходи еще там глазу потом и гнать тихонов потом уже с вами свяжемся тогда он потом свяжется барнули ну да ну его чтобы недалеко чтобы вышел одновременно с тобой прошло у нас время очень хорошо все это вы увидите и когда прощались на улице архиерей говорит а когда фотографируется то будем но людей всех собрали сколько могли там фотографировались и храме было богослужение прошло легко мы все довольны и душа просто пела я чуть не упал я до этого то теперь час ночи стали сегодня то еще прямо едва до стоял до конца ну все тогда ну да сейчас у нас собрание начинается и сейчас собрание начинается собрали ну ладно я отошел тогда все с богом благодарю за все помолите чтобы доехали братья помолимся перед собранием во имя отца и сына и святого духа аминь христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ И сущим во гробе их живот даровав. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи милосердный, благослови наше собрание Дай нам, Господи, провести его на пользу душам нашим Положи, Господи, на сердце, что кому сказать И правильно сделать из всего вывод Господи, Ты собираешь нас каждый день здесь Мы Тебя за все это благодарим Господи, если угодно воле Твоей, Святой Умножь наше собрание, умножь наше содружество Найди еще людей, которые готовы слышать Слово Твое Святое Уготованных для спасения Господи, мы благодарим Тебя за все Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Так, чтение Сегодняшнее, прочитаем небольшое Евангелие с толкованием Деяния 11 глава, 19 по 26 стих Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана Прошли до Финики и Кипра и Антиохии И никому не проповедуя слова, кроме иудеев Были же некоторые из них кипряне и киринейцы Которые, придя в Антиохию, говорили Еленам Благовествуя Господа Иисуса И была рука Господня с ними И великое число уверовав, обратилось к Господу Дошел слух осем до церкви Иерусалимской И поручили Варнаве идти в Антиохию Он, прибыв и увидев благодать Божью Возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого Тага и Веры И приложилось довольно народу к Господу Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла И, найдя его, привел в Антиохию Целый год собирались они в церкви И учили немалое число людей И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами Толкование блаженного Феофилакта Немалую услугу христианству оказало гонение против христиан Римлянам 8.28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению Все содействует ко благу Потому, что когда убивали Стефана Когда Павел дважды находился в опасности Когда апостолы были бечуемы Тогда язычники были принимаемы в церковь Деяния 13.46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали Вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божие Но как вы отвергаете его И сами себя делаете недостойными вечной жизни То вот мы обращаемся к язычникам Может быть, потому называли их еленами Что они не знали по-еврейски Почему не написали об этом Павлу Но послали Варнаву Потому, что еще не знали о добродетели этого мужа Ни одно и то же значит, что Бог благ И что муж благ Первый благ по существу, будучи началом источником всех благ А муж благ не по существу, но в силу добродетели Очень добрый и простой и снисходительный человек был Варнава Искал, говорит, подвижника, военачальника Немалой похвала для города Что он, прежде всех прочих, в течение такого периода времени Наслаждался устами его И это говорит об успехе проповеди Павла Когда он поднял здесь христианство на такую высоту Что можно было дать христианам это имя Какой отличительный знак Где уверовал 3000, где 5000, где такое множество Но, впрочем, не было ничего такого вроде этого имени А просто христиане назывались людьми этого пути Здесь же впервые они удостоились этого имени Замечательно, что Антиохия Потому особенно и удостоилась главного начальнического престола Что там впервые христиане названы Эптим именем Игнатий Тихонович дает комментарий Разве можно читать это без слез Мысленный прилагает то время Тот город и того проповедника К нашему городу и к нашим горе проповедникам Те дали название христиане Которые сохранятся до второго христового пришествия На всех учениках Христа Для всех юрисдикций, сект и христианских ересей С этим отличительным знаком Я христианин Умирали миллионы И все это они получили от проповеди Павла Кавычки открыты И это говорит об успехе проповеди Павла Когда он поднял здесь христианство на такую высоту Кавычки закрыты На какую высоту подняли звание православного христианина 57 тысяч храмов и 1275 монастырей Бывших в России перед Октябрьским переворотом Говорить об успехе проповеди можно только тогда Когда не знающие Бога и спасение Приносят истинное покаяние Оставление навсегда греховной жизни И приносят плоды достойные своего искупителя Успех проповеди заключается в том Что познавшие Господа Сами добровольно исследуют Писание Любят Христа и Слово Его И несут это живое Слово от имени живого Бога В мертвый погибший мир Сегодняшнее карикатурное лжехристианство Знает только обряд Видимое и осязаемое Не имеющее подтверждения на страницах Священного Писания Пусть кто-нибудь припомнит О каком из патриархов в России О каком архиереи О каком священнике Можно сказать этими же словами Какими феофилакты характеризуют проповедь Павла Игнатий Брянчанинов Возвратившись из своей инспекции По монастырям России заявил Что едва ли здесь Есть четыре духовных монастыря Не такую же ли характеристику Можно дать всей проповеднической деятельности Дореволюционной и нынешней православной церкви Если ограничиваться тем Что говорить на форумах О конгрессах и съездах О духовности России И говорить об этом мирским языком Без слова Божия В руках и в устах То на какую высоту и кого можно поднять Успех проповеди заключается в проповеди о Христе Не об иконах мироточивых Не о храмах Не о канонизациях А только о Христе Единственное о Христе 1 Коринфянам 2.4 И слово мое и проповедь моя Не в убедительных словах человеческой мудрости Но в явлении духа и силы Филиппийцам 1.21 Ибо для меня жизнь Христос И смерть приобретение Колоссянам 3.4 Когда же явится Христос Жизнь ваша Тогда и явится с ним во славе И это говорит об успехе Проповеди Павла Когда он поднял здесь христианство На такую высоту Слава тебе Боже наш Слава тебе Братья Ну что Начинаем Наше собрание Прошла неделя После нашего первого собрания Воскресенье Каждое воскресенье 12 часов Дня по Москве Наше содружество Во свете Библии Пока оно так предварительно Звук пропал Выбило меня Выбило Наше содружество Каждое воскресенье Будет проводить 12 часов По Москве Собрание Где каждый Может себе сегодня Вот рассказать О том Что произошло У него Вот за эту неделю Поделиться Попросить молитв о ком-то Сегодня 30 мая 2021 года Вот Игнатий Тихонович Мы его видели Недавно он там Потеряевку ездил Там к ним приезжал Архиерей Служба была Там как обычно Не проповедь Да вы все слышали Сейчас Он назад поедет А потом опять Потеряевку Где-то Может через несколько дней Поедет И уже там будет До 10 октября И я напоминаю Что всем Кто готовится К окрещению И кто хочет Просто приехать Помочь из нас Вот здесь Находящихся На занятиях Участвующих Выходите Либо на Игнатия Тихоновича Либо на меня Мы там потом Вместе выйдем И мы маршрутку Там дадим И как приехать Можно Чтобы было Возможно Это вы уже Это последний год Все возможно В следующем году Уже такого не будет Возможно Такое По событиям Поэтому Кто еще не крестился Надо Использовать Все возможности Силы Вчера я Один священник Мне написал Я его уже До этого Давно знал Ну как давно Несколько месяцев Он мне писал Он смотрит Смотрит наши каналы Игнатия Тихоновича Вот материалы У себя постят Видно у него Вконтакте Страница Михаил Пронин Тронин Отец Михаил Тронин Он служит В храме Там Единоверческий храм Там По старому обряду Все Но в московской Патриархии И вот он крестит Он написал Добавьте мой телефон Везде Чтобы Если кто В Нижнем Новгороде Захочет креститься То То есть Может ко мне приехать Я его крещу Ну я обрадовался Думал Ну что Такой человек попался Добавил телефоны Там Даже написал Здесь всем Ну и потом Я так смотрю Тоже на его фотографии У меня было сомнение Думаю Что-то у него По-моему возраст Не подходящий Но думаю Да нет Наверное Уж он Раз смотрят Наш канал И он понимает Что если возраст Не 30 лет То Священника Не должно быть То есть Он по канонам 14-15 Правила Шестого Вселенского Собора Должен быть Извержен Безаконно Это рукоположение Было И мне Ксения Юрова Тоже Буквально Сразу же Написал А сколько Ему лет Благодарю Вот сестру Я вот Уже Решился Ему сразу Спросить Написать А ему Оказалось 98-го Года То есть Ему Вообще 25-ти Лет Нет Ну и Вот я Ему Написал Говорю Как же Вы так-то Что Служить Это Если Вы Незаконный Беззаконный Священник Получается Он Ну да Ну вот Так То-то Все-то То-есть Но Все равно Это Благодать Признается Это Все Священник Меня же Говорит Не Извергли Там Я говорю Нет Мы Так Рисковать Не Можем То-есть Я Телефоны Ваши Удалю Чтобы Никто Никто Не Поехал Там И У вас Крещение Не Принимал Ну и Он Там Немножко Спорить Стал Ну Немножко Совершенно Там Понятно Что Там Я ему По канонам Показал Что Это Тут Никак Никакой Епископ Не Имеет Власти Отменять Любой Канон Хоть Какое Будет Условие Шестое Правило Пето Чем Первое Правило Шестого Вселенского Собора Что Тот Кто Канон Какой Нибудь Отменит Или Запретит То есть Не будет Не исполнит Топ Подвергается Наказанию Этого Самого Канона То есть Священник К примеру Должен был Извергнуть А он Не Извергнул Тогда Точнее Епископ Должен был Извергнуть Но Он Не Извергнул Тогда Епископ Сам Подается Извержению За это Согласно Первому Правилу Шестого Вселенского Собора Первого Второго Я ему Написал Мы Так Пообщались В принципе Замолчал Жалко Конечно Я так Рад Был Что Думаю Нашел Священие Который Готов Крестить Видите И тот Молодой Оказался Незаконный Я ему Сказал Прекратите Сейчас Служение Епископа Все Объясните Прихожанам Ну и Когда Исполнится 25 лет Будете Диаконить А когда 30 Уже Будете Священникам Пере Роколополагать Не надо Ну видите Там Как всегда Священник Там Где-то В деревне Там Семья У него Все Завязано И все Молиться Отец Михаил Михаил Завод Еще не Отец Ну вот Такие Были Новости За эту Неделю Также Про Алексея Журавлева Молодой Здесь Это Брат Руслана Абасова Руслан Абасов Здесь Он У нас Иногда Бывает Тоже Он Все Смотрит Давно Уже Несколько Лет Он По-моему Там Из Сектантов Когда-то Пришел Это Его Брат Вот Он Он Должен Был Ехать Со мной 4 Июля Туда На Крещение И Он Хотел Там Подольше Остаться Помочь Так Вот Он Перепутал И Подумал Что 4 Июня И Мне Уже Вчера Звонит Говорит А я Там Уже На вокзале Я говорю Подожди Я говорю 4 Июля Я Сказал А не Июня Он Говорит Ну вот Я Уже Все Тут Билеты До Москвы Но Я тут Уже Взяла На себя Конечно Ответственность И Говорю Ну Ты Насколько Едешь Что Он Говорит Я Готов Там Ну Хоть Лето Вот Сколько Мне С Украины Позволено Помочь Там Все Максимально И Поехать Туда Подольше В Потеряевку Помочь Поработать Там Я говорю Ну Давай Тогда Давай Сейчас В Москве Езжай И Там Я Уже Улажу Все Остальное Дело Билеты Ему С Хороший Парень У меня Беседы С ним Тут Есть Я Тут Выставлял Молодой Еще 21 Год Ну Толк Вот Тоже Прошу Помолиться Чтобы Игнать Тихон Тоже Правильно Принял И Чтобы Он Там Не Подвел Там Получи Не Меня Не Вообще Кто На него Поставил Алексей Журавлев Зовут Я Тут Сбрасывал Ролик Посмотрите Потом Сброшу Сейчас Сброшу Ну Вот Так Братья Вот Такие Новости Пока Вот У меня Пока Другой Ничего Не Вспомнил Расскажи Можете Вопросы Или Кто Что То Рассказать Сами Что За Эту Неделю Произошло И Кто Говорит Тот Включайте Пожалуйста Камеру Я Вчера Тоже Ходил На Собеседование По Поводу Крещения И В общем Такая Новость Что Епископ Оказывается Может Приостановить Канон То есть Он ее Не отменяет А приостанавливает И Батюшка Тоже Был Рукоположен Получается До 30 Лет Сейчас Ему 32 Года Я Батюш Как Вы Так Вы Знали Об Этому Обо Всем Как Жу Так Все Это Дело Спустили То У Мне Желепископ Говорит Я На Него Как Не Понадеялся Говорит А Говорит Все Ответственность На Нем Лежит К Камеру Камеру Включи Пожалуйста Я Включил Но Почему Не Работает Ну Ладно В общем Наверное Около Часа Я С ним Беседовал И Еще Такая Интересная Ситуация Что Крестить Бо Он Крестил Но Говорит У 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 Благородили Реку То Есть Очень Много Возможностей На крещение Говорю Все Почему-то В прорубь Ныряют А крестить Не можете Непонятно Летом То есть Вода То есть И В общем Ему 32 Года Я Говорю Че Ж Не Делать Как Ж Не Говорю Воскреститься Коль Вы Нарушили Все Каноны Ну Потом Речь Зашла О Войне Он Говорит Я Готов Убивать Я говорю Ну как же Вы готовы Я говорю Я мирянин С точки зрения Человека Нерукоположенного И говорю Вам Что христианин Просто не имеет Права Этого Делать Он Говорит А вы Мне Говорите Что вы Готовы Идти Убивать Я говорю Как-то Что-то У вас Тут Не Сходится Потом Значит Я ему Когда Цитировал Библию Старался Говорить Где В каком Месте Это Написано Он Говорит А ты Мне Зачем Стиха Я говорю А как же Как говорю Иначе Он говорит А ты Мне Просто Говори Все Не надо Мне номер Главы Стиха Говорить Я шапешил Думаю А как же Как же Не надо Говорить Я говорю Это как минимум Для меня Нужно А вы Вдруг Я сказал Неправильно Посмотрите Там Может Я ошибся Как-то Ну такая Интересная Беседа Получилась Совершенно Ничего Не принял В конце Я ему Уже В конце Сказал О рождении Свыше Вот это Самое Послание 1 Иоанна 3.9 Он говорит Как Ты что Безгрешный Я говорю Ну видимо Да Я безгрешный Я говорю Посмотрите Об этом Очень хорошо Рассказывает Геннадий Фаст Он говорит Это кто Я говорю Открывайте Интернет Там прям Забивайте Геннадий Фаст И все И вам Будет понятно Кто это Есть Ну в общем Он сказал Я говорит Ничего смотреть Не буду Мне Ничего Не надо Я говорю Ну нельзя Так Такой Подход Тоже Очень Очень Говорю Как Вы Себя Ведете Неправильно Как Минимум Мне Не Нужно Мне Не Надо Ну в общем Я так понял Что Креститься У него Видимо Не будет Я хотел Детей Покрестить У меня Малыш Родился И что Как Ты Не Не Прям Аташ Да Видишь Чё Брат Во-первых То Что Говорит Более Лукавых Я не знаю Чем Православный Наверное Ни нас Не сыщешь Сегодня Не отменять Канон А приостанавливать Канон Ну а Как Это Называется Тогда Если Не Отменить Как Это Назвать Еще То есть Он Должен Действовать А ты Говоришь Он Сейчас Не Действует Ну Ты Его Отменил На данный Момент Значит Второе Правило Шестого Вселенского Собора Написано Никому Да Не Будет Позволено Выше Назначенные Правила Изменять А он Изменяет Получается Он Какие-то Условия Ставит Или Отменять Или Кроме Предложенных Правил Принимать Другие С Предложенными Списаниями Составленными Некими Людьми Вот Некими Там Всякими Епископами Дерзнувшими Корч Кормчествовать Истинную Если же Кто Облечен Будет Яко Некое Правило Из Выше Перечисленников Покуситься Изменить Или Прекратить То есть Или Прекратить Это же И есть Остановить Его Такой Будет Повинен Против Того Правила Понести Епитимью Какой Он Определяет И Через Оно Врачу Он Будет От Того В чем Притнулся То есть То Правило Какое Он Предстановил Его Этим Правилом И Должен Наказать Согласно Канонам А и Кстати Говоря Нигде Не Говорит Что Безгрешный Иоанн Это Тут Неправильно Сказал Мне Кажется Потому Что В другом Месте Он Говорит Кто Говорит Что Не Греха Тот Обманывает Сам Себя Не Безгрешный А Не Грешит То Значит Сознательно Не Делать Греха А Грехи Человек Делать Без Сознательно Поэтому Говорит Мы Кто Говорит Что Не Греха Обманывает Сам Себя То Мы Должны Эти Несколько Стихов Писания Соединить И Удерживать Одновременно Тогда Сразу Понятно Становится Что Речь Не О Том Что Ты Безгрешный А О Том Что Ты Просто Не Делаешь Его Сознательно Я Это Понимаю Просто Я Не Думаю Что Он Не Знает Толкование Потому Что Он Несколько Раз Отсылал На Толкование В Других Темах И Плюсом Он Очень Много Заменял Допустим Ни Слов Ни Канон Как Ни Слов Писания А Как Великий Анзлатоуст В молитвах Написано Что Мы Очень Грешные То есть Он Ссылался Больше На Вот Эти Молитвы Которые Есть Так И Еще Чет Я Хотел Промысить Так Я Пришла О Чем Он Еще Мне Сказал Такое Интересное Интересное Удивительное Очень Вот Еще Такой Случай Был Я Однажды Из Храма Выхожу И Я Видел Мужчина Причащался И Я Выхожу Смотрю Прям Тоже Выходит Закурил И Курит Я Говорю Как Вы Так Причастились И Курите Я Говорю А Вы Что Вы Сейчас Принимали У него Спрашиваю Он Говорит Я Не Помню Как Он Сказал Ну В общем Я С Звук Пропал Звук Пропал Звук Пропал Пропал Да У меня Сейчас Что-то Хромает И Значит Я Ему Сам С Нем Поговорил И Говорю А ты Батюшки Говорил Что-то У Сектантов Был Он Что-то Такой Говорит Да Нет И Вот Я Мой Пример Привожу По Поводу Это Самое Когда Допускайте Всех Подряд До Причастия Он Говорит А ты Че Лезешь Так И Я Говорю Я Говорит Душа Болит Об Это Говорит Недостойно Причащающимся Говорит Готов Своё Тело Отдать Псам Нежели Допустить До Причастия Недостойно Причащающегося А Говорю Так Просто Говорите Лезу Я Говорю Не Лезу Вас Не Учу Просто Вот Такая Ситуация Ну В общем Как-то Так Все Произошло Вроде Нормально Разошлись Сегодня Я Увидел Заулыбался Но Жалко Что Ничего Не Поменяется Ну Спаси Христос Еще У Кого-то Есть Что-то Чем Поделиться А Брат Вячеслав Я Чуть Чуть Радостью Небольшую Такую Правду Камеру Включи Пожалуйста А Я Не Туда Нажимаю Сейчас Посмотрим Да Я Сегодня Прошлое Воскресенье Господь Устроил Так Обычно В храме Нельзя Разговаривать Из храма Вышла Я Ухожу Быстро Потому что Почти Вперед всех Ухожу Остаются У нас На Молебен Да Не Молебен На Панихиду Остаются Я не остаюсь Поэтому Народу Нету А тут Вышла Женщина Одна Как-то Получилось Так Что У нас Вязаные Шапочки Носят Вот Не знает Что Платочек Наверное Надо Или Как-то Принято Причем Они еще Не Блавку Покупают Ну Думают Если Блавк Продают Значит Можно Носить Ну Я Как-то С ней Поговорила На эту Тему Что Более Бога Угодно И Благочестиво Будет Если Платок Все-таки Но Женщине Уже Наверное За 70 Она Ходит Давно И Посты Соблюдает И Причащает В таинствах Участвовать Ну Мы Так Поговорили Она Меня Знает И Стихи Мои Есть А Сегодня Мне Понравилось Я Пришла Она Уже В белом Платочке А то Она От этой Шапочки Везде Прям Хотела Ну Вот Я Записку Написала Платок Отлично И В руки Вложила И Еще Распечатку Здесь Кто-то Скидывал А платки Места Евангелия Там И Шести Святых Брали Тоже Распечатку В руки Вложила Поскольку Уже Прям Перед Самым Службой Началось В храме Были Разговаривать Нельзя Я Как Был Это Так Дел Иногда Спаси Христос Спасибо Христос И Потом Опять Сбрось Эту Распечатку В чат Пожалуйста По той же теме Хочу Продолжить Да Давай Алло Слышно Да Хорошо Слышно По той же теме Плачу По церкви Нашей И Священству Съездил Центр Города Где Храм Воздвигли В честь Обретения Казанцы Кожан Иконы Божьей Матери Посмотрел Как там Орудует Просто В рясах Прорабы Настоящие Просто Священство Там Еще Много Что Доделывают Подделывают Вот Просто Административных Гигантов Видно Взрастил Наша Вот Эта Церковь Духовных Пигмеев Увы И Подобный Вот Лабораторным Таким Лаборантом Они К людям Относит Послушал Как Разговаривать Некоторые Мельком Правда Мартышкам Некоторым Почуют Таким Рационом Который Предельно Тактический Никакого Стратегического Духовного Рациона Не дают Об Строго В русле Собственного Такого Сиюминутного Такого Тактического Интереса А Обличающим Их В том числе И меня Когда я Поговорил С металлом В голосе Не указывайте Много Вас Таких Услышал И сразу У меня Открылись Стихами В стихах Такие слова С вашего Позволения Зачитаю То Что Написал Прихожане Ульям Гудят Что Им До Христового Всего Всюду Сунуть Свечи Норовят Божьих Слов Не Знают Ничего Вот Матроны Облепили Лик Истеление Просят Благодать Невдомек Большинству Из них Благодать Господь Лишь Может Дать И далее И Узрел Я Как Патлаты Прорабы Храмов Малым Реже Чем Кудлаты Из Базаров Злату Ложку Нем Рта Не Пронесут Свято Верит Что Ну Не Ответят За Все Безгласие В Словах Христа Христа К Другим Ну Неужели Правда Божий Им Не Светит А Чем Закрытым И Устам Нем От Слова Грянет В Несравненной Славе Неумолимо Жнет Последний День Может Кто Алканьем Гонорара Искренне Оплачет Дух Лень И Раскается Что Не Дерзал Не Сеял Он Христовых Слов Не Возвещал Утаил Сокровище Отвратил Сретенье И Маску Лицемерия Алкал Делал Делам Мирским Плотским Над Словом Божьим Волю Превалировать В душе Жертвованных Крести Христа Дороже Бамон И грех Стал Властвует Уже Лукавством Болен То Тот Ум Царя Теряет И Прободает Сердце Страх И Гнев Всем тем Кто Неподдельно Бога Славит И Словом Божьим Призывает Всех Вот Что Я Хотел Сегодня Рассказать Ну Спаси Христос Вот У меня Вопрос Есть Я Уже Не В Первый Раз А Вот Брат Сказал Дмитрий Ширяев Не В первый Раз Я Слышу Что От Священников Причем Слышу Что Они Как Бо Могут Брать Грехи На Себя Это Как Вообще Это Вот Традициях Вообще Православия Потому Что Я Нигде Не Читал Об Этому Вот Священном Писании Написано Что Христос Берет На Себя Грехи Мира А Такого Что Кто Другой Брал Я Не Слышал Но Я Это Просто Не В первый Раз Слышу Уже Именно От Священников Все Ну Кто То Может Вспомнить Какое Место Писания Которое На Этот Случай Как Раз Таки Может Ли Человек Брать Чужие Грехи На Себе Какой Выкуп Может Дать Брат Ольга Симоненко Какой Выкуп Может Дать Брат Или Как За Другого Что-то В этом Роде Вспоминается Так Да И какой Или какой Выкуп Даст Человек За Душу Свою Какая Польза Человеку Если Он Приобретет Весь Мир А Душей Свою Повредит Или Какой Выкуп Даст Человек За Душу Свою Да А Вот Такой Вопрос Серафима Саровского Сестрой Мантурова Когда Он Говорит Умри За Брата Тогда Становится Немножко Непонятно Это Даже Не знаю Относится К Серафиму Саровскому Или нет Там Столько Наводумывали За него Очень Много Мы знаем Что написано Второе Коринфянам 5.10 Ибо Всем Нам Должны Явиться На Судилище Христова Чтобы Каждому Получить Соответственно Тому Что Он Делал Живя В теле Доброе Худое Он Делал А не Кто-то Другой За него Делал Поэтому Здесь Это Полное Неверие Выдуманная Абсолютно Человеческая Какая-то Вера Которая Утверждают Можно Жизнь Спасти Другому Человеку Ценой Своей Жизнью Но За грехи Никогда И никак Иначе Зачем Страшный Суд Ужин Мы Читаем Это Прочитали Помните Великом Инквизиторе Как раз Об этом Дьявол И говорил Что Они Как раз Таки Этим И Занимаются Пусть Они Тихо Умрут Мы Им Разрешим Грешить Мы Это На себя Все Берем Эту Ответственность Но Себя Ты Не Обманешь Свою Душу Совесть Тоже Не Обмануешь Если Так Посудить Тогда Получается Человек Который Согласуется Вот С этим С батюшкой Что Ладно Мы Положим Канон Нарушаем Но Батюшка Берет Ответственность На себя Получается Ты Способствуешь Греху Получается То Ты 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 Одобряешь И Таким Образом Количество Греха Увеличивается Ты За Это Тоже Будешь Отвечать За То Что Ты Способствуешь Преступлению Способник Получается Ну Вот Эта Индульгенция Это Есть Как раз Таки В Католичестве То есть Накапливается Добродетель Некое С помощью Которой Можно У церкви Папа Владеет Этой Вот этим Объемом Добродетели И он Может Индульгенцию Выдавать Грехи Прощать Как Центробанк Раздает Кредиты Духовные Притом Наперед Даже Там Да Может Нет Конечно Господь Совершенно По-другому Учит В Священном Писании А я Братья Хочу Поблагодарить За молитвы Кто Молился Я там В чате Просила За Николай Людмилу И Ольгу Мы побывали В Потеряевке Слава Богу Поездка Была Благословенная Оглашенные Николай И Людмила Теперь уже По-настоящему Оглашенные Скорее всего Крещение Будет Прошу Молитв За них Креститься Будут В этом году В Потеряевке Вот Вот вернулись Я сразу же Подключилась К вам Благодарю всех За молитвы И Молитесь Пожалуйста За Николая Людмилу Как заглашенных Чтобы не было Препятствий Или какие Препятствия Возникли Чтобы Господь Их все Устранил Божьей помощью Спаси Христос Всех Николай Людмила Николай Людмила Романова Они Подсоединиться К сожалению Не могут Скайп Там у них Не работает Но Попытаются Конечно Устранить Это что-то В возрасте Пара Семейная Вот А так Ролики Смотрят На ютюбе И С удовольствием Съездили Давно Желала Людмила Постречаться С Игнатьем Тихоновичем Она давно Читает его Труды Книгами С помощью Книг Вот она Выходит И Желание У нее Давнешнее Было Ну и он Оказался Из пятидесятников Но очень Очень Расположен И вот Поговорив С Игнатьем Тихоновичем Что Ныне Возможно Будет Будут Крещаемы Да Да Все записали Николай Людмила Готовится К Крещению Хорошо Братья Запоминаем Этот Чтобы Помолиться Алексей Вот готовится К Крещению Николай Людмила Ну я там Писал Елена Александр Тоже Вот со мной Поедет Из Елабуги Хотелось бы Поблагодарить Еще Наших Сестер И братьев Которые Ну в первую В очередь Валентину Хапилину Какое Большое Дело Надо Делать Какую Благодать Ей Господь Дал Талант Звонить Каждые Два Часа На Молитву Это Очень И Очень Непросто На самом Деле И каждый Раз Поднимать И Я не знаю Я вот Даже Я не могу Когда на Молитву Я знаю Что там Братья Молятся Постоянно Мне так Хорошо От Этого И даже Что Ты тут Где-то Заленишься Раз Уже Звонок Не ленится Постоянно Звонит Особенно Ей Благодарны За это И всем Тем Братьям Кто Поддерживает И сестрам Которые Когда Нету Подхватывают Вы все Имейте Это ввиду Что Если Нету Сами Звоните Не стесняйтесь Голайф Набираете Да Елена Перелагина С детьми Поедет Тоже На крещение Наталья Присоединяемся К благодарению Тех Кто Стоит На молитве Зовет Нас Бодрствует Также Еще Хотелось Бы Определиться С расписанием У нас же Молитвы В 5 утра По Москве Я Постоянно Молюсь Или Моя Жена Ну И вечерние В 20.00 У нас По Москве Тоже Там По очереди Молимся Но Не занято У нас Понедельник И вторник Есть Кто-то Кто готов Молить В понедельник Кто-то Или во вторник Любой день Кто готов Каждую неделю В это время В 20.00 Прочитывать Молиться И молиться Напишите Пожалуйста То есть Два дня Свободных Которых Нету Людей На эти Дни Мы Все Как бы В определенные Дни По очереди Это делаем В 20.00 По Москве Вечернее Правило И 100 Поклонное Ну и там Чтение Одного Глава Евангелия В общем Напишите Ну и утром По утрам Тоже Кто готов В 5 утра Потому что Мы встаем По 15 человек Сейчас на молитве В 5 утра Начинали все С того Что 1, 2, 3 Человека Было Сейчас 15 16 Порой 20 человек В 5 утра Встает на молитву Это Час По Москве Нет Это Именно В 5 утра По Москве А в час Там уже Барнаульские Там они Отдельно И у нас Наверное Бывает Когда 17 15 14 Тоже Почти Так Как у вас В Сибири Я имею ввиду В 5 Мы когда Встаем То есть Сейчас По Москве Да Так Галина Быкова Все За вами Галина Сестра За вами Закреплено В понедельник Всегда В понедельник 20.00 За вами Молитва Хорошо Благодарю Спасибо А если Не получается Вопросов В чат Заранее Отпишите Скажите Я сегодня Не могу Там Подмените Хорошо Все Хорошо Еще Вторник Остался Но только 20.00 Это По Московскому Времени Да По Москве Это Для Вот Нашего Региона Который Центрального В основном Ну или Кто Тоже Кого Устраивает Это Можно поделиться Тоже Конечно Но я Созванивался С Дэниел Американцем Моим Закадычным Теперь Уже Вчера Ну Поговорили Так Достаточно Обстоятельно Я Ему Там Рассказывал О том Что Вот Первые Шаги Так Скажем Да Когда Только Только Начинаешь Вот На путь Вера Верования Не оставать То Тут же Восстают Окружающие люди Как правило Это близкие Но могут И не близкие Я там Ему Пример Привел Я говорю Как-то Выхожу Из дома На работу И вдруг Какой-то Ну Вообще Незнакомый Там Пьяный Мужик Подходит И говорит А что это У тебя Борода Ты че Мусульманин Я говорю Нет Я Православный Христианин Не надо Тебе Бороду Ты же Не мусульманин Я говорю Ну Православный Христианин Он С бородой Должен быть Ну и все И пошел Дальше То есть И это Я ему говорю То есть Я так ответил Я Ну там Не смолчал И не Замешкался Ответил И колебания Вот эти Они как бы Пропали То есть То что Нужно Не нужно Там Правильно Я делаю А у него Как раз Сейчас Такой этап Что он Именно Колеблется И он Для него Это все Как бы Впервые Я то уже Знаю Что Многие Как раз На примере Братьев Ну и Сестры Тоже Подобные Случаи Рассказывают Что Именно В самом Начале Вроде бы Господь Тебя И поддерживает Но в то же Время Именно Такие Колебания Когда Ты должен Именно Выбор Сделать И все И уже Стойко Как бы Держаться Вот Выбранного Пути А ему Именно Сложно Потому что Он Получается Я так Понимаю Он Совсем Один Далеко Далеко В Америке То есть Его Только Как Вот Через Звонок Там Или Через То Чтобы Написать Ему Больше Ты никак И не Поддержишь Вот Ну И вот С Вячеславом Я ему Сказал Что С Вячеславом Мы Как-то О тебе Говорили И он Говорил Что Тебе Будет Сложно Одному То Вот Именно Эти Колебания Они Будут Сильно Ощущаться И Он Упирает На то Что У него Ну Ты Понимаешь У Меня Ж Семья Не Верующая Как Бы Они Не Принимают Я Говорю Так Так И Есть Так И Будет У меня То же Самое Прямо Так же До Сих Пор У меня Папа Подшучивает Надо мной Сбрей Ты Ее Надоела Она Я Говорю Нет Стоишь На Своем И все Ну Просто Ты Просто Не Сбреваешь Допустим Да Или Что-то Еще Или Держишь Пост Ну Это Твое Ты Так Решил Ты Так Делаешь И все Ничего Такого В этом Нет Он Как бы В положительном Ключе Побеседовали Сказал Что В храм Пойдет Правда Он Сегодня Должен Был Пойти У них Сегодня Суббота По их Времени Вечером Он Должен Был Пойти Я ему Написал После того Как он Должен Был Сходить Он Говорит Я Приехал Туда Но я Что-то Говорит Не понял Куда Нужно Идти Очень Разверничался И Не пошел Получается Завтра Вроде Как он Собирается На Воскресную Службу Утром Но я Ему Написал Говорю Ну В общем То Может быть Это И неплохо Что Ты Может быть И неплохо Что Не зашел Да С такими Там С Колебаниями Ну И постарался Его Так Поддержать Тоже Первый раз Для меня Тоже Было Так Кажется Что Все На Тебя Смотрят Что Это За место Что Вообще Тут Нужно Делать Куда Идти Ну И постарался Ему Объяснить Что Нужно Зайти Выбрать Себе Место Встать И молиться Слушать Там Священника И хор Правда Ему По русски Это Сложновато Понять Все Прямо Детально Я ему На английском Тоже Там Стараюсь Объяснять Более Менее Ну Вот В таком Виде Я просто Опасаюсь Что Он Как Игнатий Тихонович Говорит Не торопитесь Как говорится В церковь Потому что То что Вы там Увидите Может Совсем Не совпасть С тем Что Ожидаете И вот Ну Как бы Он Вот такое Говорил Что В храме Ты представляешь Идеальную Картинку А на самом Деле Там Все По Другому Вот Ну И еще Я хотел Поблагодарить Владимира Пащенко За начитку Книг На его Канале Сейчас я Слушаю Уже Переслушиваю Владимира Марцинковского Записки Верующего Очень Интересная И Сама Книга И то что Брат Владимир Читает Вот Ну Я Очень Так-то Много Книг В его Начитке Прослушал Ну И вот Спаси Христос Брат За такое Большое Дело Так Ну Вроде бы Все Чем Хотел Поделиться Спаси Христос Брат Но Ты Веди Этого Американца Иногда Ему Там Позванивай Вот Я Знаешь Вячеслав Я Так И Я Так И Подумал Может Это Действительно Самое Важное Дело А Остальное Ну Вот То Что Ты Меня Какие Просьбы Просил Я Получается Много Чего Не Делаю Я Хочу Это Делать Но Не Получается Вот Не Умещается Во Время Сейчас У меня Еще По Работе Аттестация Была Там Последние Там Две Недели Я Вообще Выпал Можно Сказать Из Ритма С Этими С проповедями Вот Хотел Начитывать Тоже Не Получается То Ребенок Рядом То Ну Вот Целая Плеяда Препятствий Которые Вот Не Позволяет И Думаю Что Вот С Американцем Наверное Это Все Таки Важное Дело Нужно Как ты Говоришь Вести Попытаться Да Ну Это Так И Будет Всегда Как Со Спутанными Ногами Тут Если Не Отрежешь Много Что Так И Не Получится Ничего Сделать Вот Сейчас Николай Тоже Он Должен Приехать На День Деревни Астахов А он Обещался Там Отцу Что Он Там Что На Кухне Сделает Там Дерев На Даче Но Он Когда Мне Сказал Я Говорю Ты Попал Минимум На Две Недели А он Говорит Да Нет За Один День Там Он Видимо Хотел За Два Там Сделать Ну Так Кажется Всегда Я Знаю Тоже На Это Попадаю Ну А Там Начинаешь Делать Там То Отвалится То Здесь Надо Глубже Что-то Стену Сломать Там Сделать Заштукатурить И в итоге Сейчас Он Говорит Да Ты Был Прав Никак И Отец Там Еще Новое Новое Накидывает Это Как У меня Папа Говорит Там Какую Нить В машине Гайку Одну Открутить Найти Ее Нужно Полмашины Разобрать И потом Только Ты ее Найдешь Открутишь А сначала Думаешь Что все Просто Екатерина А можете Рассказать Как сын Та ваш Да я Добавить Хотела Немножко Вышло Вылетело Точнее Не на то Нажало Наверное Вот еще Вячеслав Брат Можно еще Вопрос По Поездке В Потеряевку Есть ли Что-то Какие-то Важные Там Не знаю Вещи Допустим Которые Обязательно Надо Собой Взять Да Есть Я тебя Сброшу Это Эти Тведи Простыни И наволочка Нужно Взять И Сапоги Если Есть Резиновые И Кричальный Набор Ну вот Этот Не кричальный Набор Рубашка Это Кричальная Но По секрету Скажу Там Все Почти Кто Крестится Там Многие Оставляют Там И Там Есть Если Надежда Васильевна Попросить У него Там Есть В шкафу Насколько Я помню Там Было Если Уж Не Получится Найти То Найдут Там Ну вот Володя Скажет В принципе Там Все Нормально Если Ну че Че Привезешь По еде То Все Там Тоже Будет Естся Все Там Допустим Я Ну Все Просто Берется И Все Едят А Еще Момент Можно Еще Момент Такой Вы С Николаем Разговаривали Когда Вячеслав Николай По-моему Сначала С Игнатием Тихоновичем Потом Игнатием Тихонович Отключился И Вы вдвоем Разговаривали И вот О делах Была речь И Ты По-моему Вячеслав Говоришь Что Я Там Весь Ну Какие-то Дела Делаешь Там Абсолютно Себя Полагаешь Как бы На эти Дела И только Прерываешься На молитву Стопоклонную Вот У меня При подготовке К аттестации По работе Прямо так же Было Я Прошлой Аттестации Еле-еле Вот просто Еле-еле Успевал Там что-то Подготовить Сейчас Вот У меня Получилось Так Что я Именно С перерывами На молитвы У меня Получилось Что я Успевал Наоборот Заранее Все подготовить И у меня Там еще Часа два Лишних Ну полтора Точно было До Времени Когда аттестация Начнется И до сдачи То есть Вот такое Первый раз Можно сказать Чудо Произошло В отличие От предыдущих Лет Ну Вот в таком виде Да Так вот Юрий Об этом говорил Который Сейчас Потеряевки Что это Время Выигрывается Даже Вот это В храм Ты пошел В воскресенье Все ты выиграл Господь тебе Время Сразу Освобождает И на молитве Тоже Тоже Я вообще Вот Все время Сейчас В этой Борьбе Нахожусь Время И молитва Время Для дела И время Для молитвы И вот Все-таки Полностью Переходишь К мнению Что если Ты у молитвы Убираешь Что-то То ты В итоге Теряешь Это в деле На самом деле А если К молитве Прибавляешь Что в деле Ты гораздо Быстрее Потом Делаешь Это Дело Тебя Видать Идеи Лучше Бог тебе Дает Как это Решить Эти вопросы Память Лучше Улучшается Брат Вячеслав Хотел Добавить Да Давай Да У сына Там Получается Другая История Их Не Оставлять В покое И Сказали Будете Делать Тест За Свой Счет Ну Их Там По-моему Около Двух Тысяч Теста Ну Почти Там Он Сказал Был Человек Пятнадцать Почти Всех Уже Привили Вот Он с одним Другом Но вынужден Пошел Сделать Тест Причем Сказали Будете Делать Раз В неделю Каждую Неделю Ему Сейчас Остается Месяц Ну Вот Пока Так А я Еще Хотела Сказать Ходим Вот Ну Татьяна Я Одна В основном Иду На Прошло Слышно Меня Да Ну И Дает Господь Иногда Беседа Интересная Я смотрю Многие Женщины Попадаются Уже Наверное Где-то За 60 Идут Сейчас Шея Открыта У всех Видно Что Бескрестика Одной Тоже Разговаривалась Беседа Интересная Была Не Красится Волосы Не Стрижет Сестра У нее Верующая Очень Гот Хорошо Начитанные Посты Соблюдает Все И бабушка Верующая Она Насчет Двух платков Все понимает Сама Бескосметики Все хорошо Но платок Конечно Голом не покрывает И в брюках Начали беседу А крестик Почему Горни носите Но кто-то Говорит Что Цепочка Порвалась А это Показывает Что у ней Пристегнут Бюстгальтеру Я говорю Ну сейчас же Нет гонения Почему Все еще Прячется Ну Некоторые Конечно Понимают Но С брюками Никто не соглашается То есть Это Самое тяжелое у них Препятствие Находит Обязательно Какое-то Оправдание На то Что Сегодня Даже Вот мы с Татьяной Ходили У нас тут Парк большой В основном Молодежь Бабушки И мамочки С детьми Молодые Евангелие Раздаваются Ну Беседу Господь Послал Но опять-таки Как начинаешь Про Евангелие Говорить Все Однозначно Люди боятся Сомневаются Принимают Диссертант Пока Все Отошло Спаси Христос Я братья Просил Я когда Делал Отмостку Фотографию Сбрасывал Копал И там Нашел Что фундамент Там Воздухи у меня Висит В доме Там где-то Два метра Я благодарю Я благодарю Всех за молитвы Все Слава Богу Нормально Оказалось Я там дальше Чуть посмотрел Оказывается Это только Два метра Не весь дом А вот только Определенное место И причина такая Оказалось Оказывается Бабай Дедушка мой Раньше Когда воды Еще не было Потом воду Проводили Ее же надо В дом Заводить И они Подкапывались Где-то Два метра Под фундаментом Заводили Трубу И вот Это Вот это Видимо Где они Прокапали Где-то Труба Там просто Земля Обвалилась Как раз Так Ну и Что там Ничего Так как Трубу же Когда-нибудь Менять Придется Мы просто Сейчас Все там Ну Затрамбовали И песком Засыпали Вот так Вот туда Ну ничего Не стали Не заливать Потому что Он мне сказал Говорит А что Вы будете Менять А там Будет Бетонная Этот У тебя Залито Огромная Объем Он и упадет Потом Ты там Ничего Не сможешь Не поменять Трубу То есть Просто С песком Засыпли И мы Буквально Там За час Может Управились И вот Все засыпали Там Песком Внутри Как могли Утрамбовали Там То есть Все Слава Богу Благодарю За молитвы Мир Братья Тоже Хотела Поделиться Новостью Только Не получается Видео Включить У меня Видимо Тормозит Телефон По поводу Прививок У нас Тоже На производстве Добровольно Принудительно Начали Заставлять Делать Прививки И Где-то В феврале Месяца У меня Случился Случай Когда Произошел Анафилактический Шок И Это Первый раз В жизни Мне пришлось Вызвать Скорую И На удивление Скорая Быстро Приехала Там За 2-3 Минуты Все Так Как С легкой Руки Так Получилось Что Я Смогла Послужить Дали Больничной Я лежала В больнице И Все Эти 10 Дней Пока Я лежала Я могла Проповедовать И Служить Послужить Для Бога И Все Дела Все-таки Как Господь Все Предусмотрел Потому Что Вот Вот Этот Анафилактический Шок Он у меня Первый раз В жизни Произошел Но Стал Поводом Для того Чтобы Я смогла Получить Отвод Вроде Я так Переживала В итоге Это стало Основной Причиной И В этот раз Я уже была настроена Увольняться Потому Что Все наши Сотрудники Которые С анафилактическим Шоком Пытались Получить Отвод Потому Что Медики Очень Боятся Даже При Всех Причинах Которые Имеются На законодательном Уровне Все равно Боятся Дать Этот Отвод Но Я помолилась Пошла Я до этого Наверное Неделю Молилась Чтобы Господь Сделал так Но Если Это Угодно Прививка То Пусть Она Будет Если Нет То Поможет Мне Без Прививки Чтобы Не сделали Ни мне Ни Детям И В итоге Я пошла В больницу И Прям Как С легкой Руки Все С Божьей Помощью То Где-то На днях Сотрудники Ходили Точно Так же Но По кабинетам И так Они не смогли Отвод Получить Я зашла К врачу Он был один Ни медсестры Никого не было И Спокойно Говорит Я говорю Вот у меня был Анафилактический шок Да Давайте Карту Достанем Вижу Все И спокойно Дал отвод Никуда Не надо было Ни по каким Кабинетам Бегать То есть Вот как Мне Руссотрудники Рассказывали Они там И по аллергологам И все равно И аллергологам Все равно Не дали Через заведующих Пытались получить Все равно Не дали А тут Спокойно Взял Подписал Я была вообще Удивлена Но вот только По молитвам Слава Господу Иисусу Христу Аминь Слава Христу Ничего бояться Не надо Господь говорит Касающийся вас Касается Зеницы Ока моего Это надо Помнить всегда Для Бога Ничего Это нет Он сделает так Что ты будешь Невидимым Сделает так Что вдруг Человек будет Какой-то расположенный Главное не бояться Ничего И уповать на Бога Всегда Ну так братья Что у нас Еще кто-то есть Ну я бы мог Дополнить Тут говорилось Ну обсуждали Могут ли священники Брать грех на себя И есть такое Интересное Местописание Вот в Ветхом Завете Это числа 16 глава Это там Где изначально Земля поглотила Дофана Верона Корея Так А после Народ израильский Народ израильский Возрастал На Моисея И Аарона Они сказали Что вы погубили Народ Господень Так После этого Из кинии собрания Ну С киния собрания Была осенена И началось Поражение После этого И Моисей Сказал Аарону Возьми Кодильницу И курение И беги Заступи народ И вот после того Как он заступил Поражение народа Прекратилось Как бы Священник может Только заступить народ Чтоб поражение Какое-то прекратилось Но грехи народа На себя он там Взять не может Вот такое вот Местописание Число 16 глава И то написано Что 14700 человек Уже было Поражено Думаю Если парон Не вышел То всех бы погубил Ну это Ходательство Понятно По ходательству Это не по оправданию Не брать грех на себя А ходательство И по ходательству Да такое есть По молитвам То есть Господь Отстраняет Допустим Гнев свой Больше ни у кого Ничего нет Вячеслав Можно мне Да конечно Слышно Вот я хочу Такую камеру Заключить Если есть возможность Я с телефоном Если сейчас получится Так видно Да Мы Крещены Старопрячестве Были И Игнатий Тихонович Звонила Он сказал Что Ну посоветовал Нам уйти оттуда Но Где мы живем В Белгороде Там В селе Храмов Нет И нужно ездить В город Там редко Бываем Ну вот Сейчас находимся В Ставрополе У детей В гостях Родители у нас здесь Дети живут И вот здесь Рядышком Есть храм В Ставрополе Ксении Петербургской Прямо рядом У нас здесь Мы раньше Не выходили А потом Когда в Старопрячество Перешли Конечно Приезжали Уже не ходили В этот храм И вот сколько лет Уже лет Прошло Шесть лет И прибыл В этот храм Новый настоятель Здесь у них И так и поняла Что они Переехали С семьей Целой семьей Здесь у него И дети И взять у них Сейчас священником И внуки И все это Все это при храме Матушка Клироса старого нет Поменялся Клирос на новый Вот матушка Теперь у него Руководит Клиросом И все они Как семейный подряд Так вообще Ведут себя Вот настолько Как хозяева В храме Идет Служба Все ходят Дети бегают Для нас Это конечно Было Вообще Настолько Было Странно Все это И И когда Батюшки Когда причащались Служба Причасти Батюшки Когда сами Причащались Настолько Был крик Стоял В храме Шум Возня Это вся Вот это похождение Он вышел И как начал Кричать Говорит Что вы тут Ходите И все Думаю Ведь это же С вашего попущения Это все делается А еще Такое у нас Было смущение У них Значит Храм строится Недостроенный Алтарь Как бы еще Вот все это видно Нет Алтаря Как такового Некоторые иконы Там у них И вот как Ну когда Основной алтарь И вот эти Ворота Справа и слева Выходят В них Алтарники И у них У него При батюшке Два алтарника Такие Огромные здоровые Мужчины Стояли Для чего Не знаю И дети У них Эти дети С алтаря Крам Сюда Выходят Бегают И вот это Всю службу Так Потом Видим Такое смущение У нас была Женщина Пожилая Пришли Я Я С собой Взяла Евангелие И Иду Помолилась Думаю Что если Ну Не знакомые Люди Оказывается Нас Помнят И спрашивали Где мы Потому что Как-то Мы Всегда Я С людьми Общалась Хорошо И пыталась С ними Евангелие Изучать Никто Не так И никто Не откликнулся Сколько В то время Еще 6-7 лет Назад И Иду Молюсь Думаю Ну господи Если тебе угодно Кому-то Раздам Евангелие И после Службы Батюшка Начал Розы Раздавать Женщинам Которые Кричали И ходили По этому Храму Там Проповедь Немножко Говорил Но я Подошла Говорю Батюшка Ну просто Раздайте А мне Можно Раздать Евангелие А он На меня Сразу Так Это Прям Так Косину Взглядом Таким Потом Я ему Показ Говорю Вот Красное Евангелие По благословению Патриарха Кирилла Раздайте Так Сквозь зуб Раздайте Ну Раздавал Цветы Я Раздавала Евангелие И Потом Думаю Ну Тут У меня С собой Мало Было И даже Пожалела Что мало Взяла И люди Потом Подходят Ой Какой Крупный Шрифт Еще Еще Дайте Мне Не хватило Сколько Людей Хотела Взять Вот Такое Вот И мы На эту Службу Смотрим Опять Это Женщина Из Алтаря С предела В этот С предел И опять Всю Службу Она Проходила Какими-то Овощами С какой-то Авойской Туда-сюда В алтарь И опять Заходит В алтарь Эти алтарники Выходят Вот Когда Апостола Читают Он Выходит Она В алтаре Дверь Открывает С той Стороны В общем Вот Такое Я стою Помолилась Думала Как Мне сказать Ну Как же Так Что Это Такое Вообще Вот И Думаю Ну Если Я Священника Не дождусь А Хотя Кто Там Не Попался Помолилась Так Выхожу А Этот Алтарник Там У них Книжные Лапки В притворе Храма Я Выхожу Этот Алтарник От Книжной Лапки На Меня Я Думаю Я Ему Скажу Ну И Говорю Ему Рассказала Говорю Что Мы Из Белгородской Области У нас Говорю Вот Вторая Служба У вас Служим У нас Такое Смущение Было Что Почему У вас Женщина Делает В алтаре Что Она Там Делает Вообще А Я Говорю У нас Смущение Это Нарушение Канонов А Он Говорит Нет Никаких Нарушения Канонов Я Говорю Как Нет Нет Не Смущайтесь Это По Благословению Митрополита Я Говорю Так Почему Митрополит Вам Разрешает Нарушать Каноны Нет Здесь Никакого Смущения Никаких Нарушений Канонов Нет Так Так Вообще Такое У меня Было Смущение Внутри Я Вышла В общем У меня Чуть Не Расплакалась Вот Такое Вот Сегодня Были В другом Соборе Кафедральном Андреевский Собор Ставрополь Зашли Свекрови Купили Толкование На Евангелие И на Апостол Вынуждены Были Купить Потому Что Здесь Таких Лавок Не Нашли И Смотрим Лежит Евангелие Продается Красное По 100 Рублей А Чувство У нас Такое Было Что Когда Нас Венчал Священник Не Спросив Нас Крещен Или Или Вообще Как То Так Расправ В общем Ничего О нас Не зная Он Нас Венчал Венчал Тоже Это Лет Наверное 8 Было 9 Назад И Потом Мы уехали Оттуда Он Нас Не Видел И Встретились Мы С ним Года Через Три Он Видел Мужа Уже С бородой Когда Мы Начали Смотреть Игнатия Тихоныча Канал Все Просвещаться Все Вразумляться И Он Увидел Мужа Бородой Большой Кладистой Сказал Это Что Такое Сбрить Немедленно Вот Такое Брать У меня Свидетельство О Наш О Наших Священствах Очень Прискорбно Спаси Христо За Свидетельство Но Это Обеснование Другому Это Назвать Нельзя Ужасное Число Хочется Просто Плакать Иногда Привод Действительно Пираты Захватили Корабль Ладокийский Собор 44 Правило Не подобает Женщине В алтарь Входить 69 Правило 6 Вселенского Собора Никому Из всех Принадлежащих К разряду Мирян Да не будет Позволено Входить Вовнутрь Священного Алтаря Но Некому Древнейшему Преданию Отнюдь Не возбраняет Съех Власти И достоинству Царскому То есть Царь Только может Входить Измирян Царь Ну я вот так и сказала А он сказал Нет не смущайтесь Это Митрополит Как-то он Не разрешил Как-то он даже Как-то выразился Что Благословил Митрополит Благословил Все Это благословили Благословление Митрополита Он сказал А еще я хотела Что спросить У нас Крещение У Звекрови Мы крестились Принимали Миски крещения И у нее Значит Когда она Крещение Принимала Батюшка Был Старобряческий Ну тоже Как бы Прелестились Тем Что он Как у Старобряца Как Игнатис Говорил Что Соблюдается Канон И все И мы Как-то Уверованы Были Что это Так Однако И нет Также Рукоположен Потом Когда мы Привинили Крещение Узнали Что он Рукоположен Был 23 года Вот И когда Крещение Она Принимала Он ее Не погрузил До конца То есть Голова Макушка У нее Погружена Не было Я подошла Спросила Говорю Батюшка Как же так Человек Что теперь По новому Крещение Не принимать Уже Человеку За 70 И куда Вот ее Теперь Вести Где их Искать Этих Священников Здесь Мы Живем В Белгороде Она В Ставрополе Сейчас живет Тоже Такой Вопрос Стоит Не знаешь Как А еще Вот Вячеслав Вот Если Например Этот Священник Мы у него Принимали Крещение А он Был Рукоположен Ну Сейчас Ему 40 лет Или 42 Ему Года А вот Он Был Рукоположен 23 Года Это Действительное Крещение Было Леонид Действительно Действительно Потому Что Крестить Может Даже Мирянин Да И То Что Ему Уже Было Лет Столь Ну Уже Это Было Больше Лет Гораздо Чем 30 Так Да Так Что Спасибо А У нас Вообще Ни одного Даже Епископа Не Будет Ничего Нет Потому Что Столько Было Рукоположено Раньше Времени Если Б Так Вообще Никого Нет Все Ничего Нет Это Каноническое Нарушение Каноническое Беззаконие В Кафедральном Соборе Сегодня Священники Служат Вообще Все Молоденькие Все Молодые На Исповеди Немного Собор Большой Там Повыходили На Исповеди Много Все Молодые Видно Что До 30 Лет Нету 30 Лет Вот Такое Вот Конечно И Эти Которые Обучающиеся У них Студенты По храму Ходят Расхаживают Как у себя Дома Во время Службы Вот Такое Беззаконие Идет И дальше И все Это Надо Нам Работать Вот Находите Людей Чтобы Там Можно Пригласить Евангелие Дома Изучать Кружок Свой Организовывать Ну И приходить В этот Храм Естественно Только На Субботние Воскресные Службы Когда Можно С людьми Общаться Выйти Допустим Я Как Я выхожу Из храма После Богослужения И встаю Там Где Ворота И стою И жду И многие И люди Идут И некоторые Вопросы Задают Или я Сам Кого-то Заметил Допустим Что-то Что-то Я ему Говорю Вы не обидчивай Они Нет И я ему Раз Так-то Так-то Скажу Ну И вот Работать Надо Мы Должны От нас Бог Спросит За их Преступление Не спросит Нас Бог Спросит Что Мы Сделали Что Мы Работали Как И Надо За все Мучения Которые Испытывают Конечно Тоже За это Будет Награда Потому Что Находиться Среди Этого Это Далеко Не Просто Но Надо Работать Потому Что Среди Них Есть Люди Которые Жаждут Истины Среди Людей Которые В храм Это Ходят Да Стараемся Мы Сколько Лет Мы Пытались Остаробрячестве Даже Это Делать Но Там Потому Что Его Неправильно Перевели Ника Не Они Все Это Сделали Ну В общем Там Полная Тьма А Вот Свекровь Рядышком Сидит И спрашивает Что Мнегр Теперь Делать Не знаю Наверное Сказать Священника Чтобы Все Это Было Полное Погружение Надо Игнать Тихон Чего Спросить Ну Да Ну Вот Как Он Говорит Что Есть Святые Которые Говорили Что Даже Если Волос Говорит Один Или Палец Один Не Да Он Горошенко А у Нем Прям Пол Макушки Я Говорю Батюшка А будто Вы Не До Конца Она Выталкивалась Мол Ну Я Не знаю Как Это Бы Она Теперь Переживается Не Знает Что И Делать Будет Тогда У Него Спросить Вот Так У Нас Свидетельство Здесь И В Белгороде Так Живем Так Живем Столько Всего И Батюшка Который Нас Венчал И Который Мужу Сказал Сбить Городу У Нас С ним Такие Прения Были Мы С ним Как Дружили Его Семье Помогали У Трое Детей Мальчики Маленькие Были Они Сами С Украины И Мы Много Помогали Маленькие Когда Детки Были И Так Задружили С ним Вот И У Нас Был Спор С ним По Поводу Крещения Я Ему Показывала Что Ну Как Же Каноны Нарушены Все Он На Мне Кричал Что Потом Валериан Купил И Говорит Доказывал Мне Что Это Не Так А Собирался На Афон Ехать Я Говорю Ну Батюшка Ты Поедешь На Афон Скаж Что У Делаете А Потом Коронавирус Не Поехал Греки Они Не Признают Это У Них Собор 1700 Какого-то Года Постановил Константинопольский Собор И Католиков И Сех Которые Облиты Принимать Через Обычное Крещение Трекратное Погружение Не Признается Ну Как Он Признается Если Он Столько Он Сам Был Тоже Рукоположен В 27 Лет 23 Наверное Тоже Сейчас Сому Почти 40 Но Как Ему Признаться Что Он Столько Людей Не Крестил Что Ли Они Же Не Признаются И Он Прям Беспокоянное Состояние Самое Страшное Уже Беспокоянное Все Да И Такое Обеснование Он Начал Бегать По Комнати Кричал На Меня Ругался Понятно Что Будем дальше работать Да, надлежит всему этому быть Господь говорит Приду и найду ли веру на земле То есть крайне-крайне мало оно будет И удивляться нам этому не стоит И святые об этом пишут и говорят Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов И многие другие Купола будут золотиться Храмы будут строиться Но внутри будет полное отступление Мы сегодня это все видим Дух мира Дети наши даже Начали мы Губерова и пошли в храм И дети как бы Наши ходить А потом увидели Вот это все Творито все А мы сказали Это все правда Теперь никого ничего Ну они-то отдельно живут У них уже семьи Они взрослые Ну доказать Практически Не могу Теперь Это все надуманное Потому что раз себя Это ведут Это только для того Чтобы работая Нашли себе работу Для денег Ну спаси Христос Братья Ну как там Еще есть кто может что сказать Или будем Начнем молиться В два часа на занятия По Москве У меня рука давно поднята У меня не видно К сожалению Ничего этого Георгий Прошу прощения Ну вот Мне есть тоже что сказать Я Как считаю Если Есть такие Вопиющие нарушения Как Женщина Заходит В алтарь Это конечно Безобразие Вопиющие нарушения Молчать нельзя Нужно Найти Двух Трех Единомышленников Кому это тоже Не нравится Кто это понимает И писать Письмо Патриархию Писать Митрополиту Как писать Что писать Надо здесь Обратиться К братьям У нас вот Сергей Игнатов Есть Он юрист Он может Очень грамотно Подсказать Помочь И написать Епархию Но Равнодушным Быть нельзя Промолчал Смолчал Внутри Возмущаешься А молчишь Это равнодушие Так нельзя Поступать Но Вообще Я как Понимаю Вот Вижу Безобразие Все это И у нас Как везде Московская Патриархия Что тут Говорить Что с этим Делать Тоже я Ревную Об этом Тоже Переживаю Что сделать Можно Что мы Можем Сделать Ну Во-первых Какой Я выход Вижу Это Надо Чтобы Была Община Община Поправит И Священника Поправит И Все что Надо И порядок Наведет Но Если Общины Нет Что делать Создавать Ее Как Создавать Через Слово Божие Через Занятия Я Веду Работу Потихоньку Упорно Потихонечку Но Тяжело Но все равно Шаги Есть Шаги Делаю И Подвижки Есть После Службы Вот Сегодня В храме Батюшка Объявил Как обычно Что Ну Он Уходит Я говорю Занятия По изучению Библии А он Говорит Библейский Кружок У нас Я говорю Никакой Не кружок Это занятия По изучению Библии Никаких Кружков Тут быть Не может Кружки Это В доме Пионеров Кружки У нас Храм Божий У нас Занятия По изучению Святой Библии Но все равно Говорит Кружок Библейский Кружок Ну Ладно И весь Храм После Службы Не обращает Внимание На это Уходит Сегодня Пять Человек Было Прихожан И один Батюшка Вот Мы все равно Остались Разговаривали Беседа Я много Говорил Хорошо Говорил И Дел Упор На то Что люди Не знают Библию Люди Им Им не Нужна Им не Нужен Закон Божий Им не Нужны Каноны Церкви Церковные Правила Они Сами Себе Придумывают Им Бог Не Нужен Они Приходят Сюда Чтобы Поставить Свечку И как Золотой Рыбки Обращаются Боженька Мне Тодай Мне Тодай Мне Тодань А Чтобы Послужить Богу Об этом Никто Не знает А Почему Потому что Священники Не учат Я прям Тут же Говорю Батюшки Потому что Вы не учите А почему Вы не учите Потому что Никто Не хочет Учиться Все Вот Сегодня Вышли Вы Объявили Говорю А все Ушли Из храма А что Делать Давайте Подумаем Просто Так Не хотят Люди Давайте Я Предложил Давайте После Службы Предложите Им Трапезную Всем Трапезную Идти Пригласите Их От халявы Никто Не откажется Все пойдут А Трапезной Там Беседы Пожалуйста Изучение Библии Потихонечку К этому Подойдем Вот так Вот Пошагово Пошагово Я Верю Что Рано или поздно Удастся Создать Общину И Потихонечку Надо Наводить Порядок В своем Храме Куда Я вот Хожу Вот Только Так Можно Навести Порядок А По-другому Не получится И Чем Больше Мы Будем Молчать Мы Сами В себе Переживаем Сами Себе Робщим Сами В себе Негодуем А Что Изменится От этого Ничего Не Изменится Значит Надо Что-то Делать Вот Единственное Как я Вижу Единственный Выход Создавать Общину Искать Единомышленников Через Слово Божие Только Через Слово Божие Когда Будут Двое Трое Пятеро Уверуют Это уже Тогда Будет Костяк Общины Тогда Уже Можно Давить На Каноны Тогда Можно На Церковные Правила Тогда С Батюшкой Уже Можно Разговаривать В другом Стиле В другом Русле По другому Никак И только Через Слово Божие Только Через Библию Единственное У нас Ну Что нам Нужно Делать Нужно Добиться Как Игнатий Тихонович Нам Долбит 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 Нужно Чтобы Авторитет Библии Был Неприкасаемый Вот Это Надо Добиваться И Когда Будет Все Во Свете Библии Вот Тогда И Будет Результат А По Другому Никак Не Получится И Главное Не Быть Равнодушным Не Молчать Все Отошел Спасибо Христос Георгий Подписываемся Подкажем Твоим Словом Вопиющие Вопиющие Такие Безобразия Обязательно Писать Надо Обязательно Обращаться И Менять Ситуацию Чтобы У священника Под ногами Земля Горела Чтобы Он Место Себе Не Находил Чтобы Он Понимал Что Нельзя Каноны Нарушать Вообще Чтобы Он Хотя Б Узнал Что Есть Каноны Чтобы Он Сверху Там Настучали И Тогда Придет Себя С оглядкой Будет Уже Разговаривать Вопрос Можно По поводу Трапезной Вот В воскресенье Работать Нельзя И Можно Лим Трапезной В воскресенье Помогать Там Готовить Или Это Грех Вот Просто Про Трапезную Тут Как раз Георгий Упомянул Ну Мы знаем Шесть дней работы Седьмой день Богу Посвяти Работать Конечно У Евреев Шестой день Как Шаббат По-моему День покоя Покоя Они даже Свет В комнате темнеет Свет Не включают Да Но Не знаю Я Просто я раньше Все время работала В трапезной Помогала По воскресеньям А потом Когда углубилась Все-таки В это воскресенье И Посмотрела Что именно Запрещено В воскресенье Там И кушать Готовить Оказывается И там Много чего Я И на поле Работать Я сейчас Перестала А может Это Во славу Христа Жень Обычно Говорят Во славу Божию Или это Все-таки Нарушение Тут Надо Игнатия Тихоновича Спросить Потому что Потеряевки В храме После После Службы Собираются Кушают Обедают Готовятся Готовятся Готовят Субботу Там У них Ну Заранее Но Ничего Если Вы же Кормите Это Не больно Работа Какую Вы Делаете Которые Обычные Это 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 Просто Убрать Еду Надо Тоже Которые Там Приходят Наверное Для Для верующих Все это Делается Конечно Лучше В субботу Это Делать Но Греха Нет В этом Однозначно Да Если Так Подумать Одно Дело Для Себя Еду Приготовить А Другое Дело Для Других Постараться Это Как Милосты Не Делан Ну Как Бо В Этот Момент Не То Что Делан А Вот Это Не Где То Где То Там Да Там Нельзя Но Связано С Храмом Если С Верующими С Братьями Это Все Одно Да Наверное Это Благое Дело Наверное Будет Понятно Спасибо Христос Да Вопрос То Если Необходимость Можно Можно Так Сделать Чтобы Не Надо Было Готовить Воскресенье Вот Чем Вопрос Потому Что Меня Тоже В Храме Просили Поработать Я Знал Что Это Можно Сделать В Другой День И Я Отказывался Допустим Там Какие-то Ветки Ну Я Там Начал А Потом Поговорю Так Это Ж В Другой День Почему Нельзя Сделать Это Можно В Другой День Я В Воскресный День Я Сейчас Время Тратить Что Буду На Это Если Я Пользу Принесу Больше В Другом Ну Брать Это Все Поблагодарим Бога А Там Брат Петр Князев Хотел Сказать Что У Вас Микрофон Выключен Брат Да Пусть Говорит Я Не Вижу Потому Что Руки Не Показывал Я Четвертый Раз Уже Включаюсь А Микрофон Забываю Включить Мир Вам Всем Значит Первое Поблагодарить Хочу У меня Очень Сильным Болеет Супруга Татьяна Сейчас Полегче Точь Увезла Ее В Крым Слава Богу Полегче Сейчас За Ваши Молитвы Очень Часто Особенно Часто И Ольга И Валентина Сестра И Рахиль Беспокоились Да и Все Братья Молились Участвовали Слава Богу Здесь За Все Так Теперь Значит Что Еще Я Ну Там В Крыму На Форосе Тоже Продают Эти Красные Красные Библии По 100 100 рублей Вот Это значит Сестра Говорила Тоже Может быть Обратить Внимание Там Сказать Что Без цены Как-то Выходили Такие Книги Ну Ну Другой Вопрос У меня Уже Непосредственно Тебя Брат Вячеслав Я В личку Написал Но тебе Некогда Сейчас Хочу Обратиться Работа Идет Братья Мы работаем Единомышленники Трудимся Над Евангелием И Вот Мы Нам Стал Скинули Значит Группа Только Христос И Я Написал Там Там Написано КРЮ Я задал вопрос Что это за группа Потому что Все о Христе Все это Ну Где-то Какое-то Сомнение Это Закралось Под вопросом Что это Геннадий Фаст Ну Открыли В этом Геннадий Фаст Всегда В одежде Священника А этот Очень похоже Но не В обычной В обычном Костюме Вот Такой Вопрос Аминь Я Не совсем Понял К сожалению Ну А где Вы мне Написали Это Что-то Я не Увидел Похоже Ну Ладно Разберемся Это В скайпе Сейчас Напишите В телефоне В телефоне Вам Еще Еще Вопрос Предложение Вот Я Не раз Уже Слышу Что Евангелие Продают По 100 Рублей Я сам Видел Монастыре Монастыре В обители Монастыря На Кузнецке Сам видел Евангелие По 100 Рублей Красное Давайте Поймем Разберемся Что с этим Делать Может быть В Благозвонницу Указывать Места Где мы Увидели Что Это Евангелие Продают И В редакцию Туда Сообщать Что Там 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 Продают Ваши Евангелие Георгий У нас же Тут точно У нас же Тут есть Человек Он с нами Тут был Даже Молился Который Из издательства Точно Точно Мы на него Выйдем И можно Ему Это По крайней мере Передать А если Какой-то Реакции Не будет В патриархию Надо это Передавать Это же Для бесплатного Конечно Вообще Это нарушение Закона Если На то Пошло Конечно Это для Бесплатной Раздачи Они Продают Евангелие Для раздачи Они Ставят Продажу Это Что Такое Безобразие Молчать Нельзя Надо Шаги Какие-то Делать А Давайте Поймем Кому Это Можно Сообщать Или Кто-то Координатор Какой-то Есть Сама Благозвольница Понятно Продает Она Производит Она Имеет Право Продавать Но То Что Она Раздает В том То Весь Вопрос Надо Узнать Это Они Как Получили Купили Это Одно Или Получили Бесплатно Это Другое Тоже Тоже Разница Есть Но Сто Процентов Бесплатно Получено Конечно Конечно Ну Ладно То есть Мы Сообщаем Чехолаю Астахову Сейчас Поручим Этот вопрос Да Надо Чтобы он Ну Например Он Стал Координатором Раз Он С ними Взаимодействует Ему Сообщать Адрес Конкретный Что За Епархия Что За Приход Где Увидели Продажи Евангелия И Сообщать Благозвонницу Братья Где Вы Кто Увидели Это Вы Напишите Сюда В чат Мы Это Запишем Все И Вот Попробуем Передать Ну Все Понятно Все Так Ну Что Давайте Помолимся Тогда Попрошу Помолиться Наталью Стукалову Сейчас Ангелова Пияж Пропоем Ангел Пияж Благодат Нечистая Дева Радуйся И Паки Реку Радуйся Твой Сыне Воскрес Трёдневе Над Гроба И Мертвые Возвиг Новые Люди Веселитесь Светися 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 Новый Иерусалим И Слава Бог Господня Над Тебя Воссия Ликуй Ныне Веселись И Сеоне Ты же Чистая Красуя Богородица О Восстании Рождества Твоего Молитесь Богородица Богородица Нам Нам Нужно Будет Что-то решать И Бороться С этими Проявлениями Доконными Благодарим Господи За Милост Твою К нам За щедроты За Благи Твоей Дарованной Нам За Все Хвала Тебя Слава Честь и Поклонение И Отец Святой Дух Аминь Спаси Христос 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...